Площадь декабристов Непризнанные гении, уличные художники оставляют свои послания, причем везде, где только можно. В основном это обычная мазня, без какой-либо смысловой нагрузки. Однако здесь есть место и романтическим чувствам, а именно неразделенной любви. Где-то с оскорблениями, а где-то прослеживается попытка, что тот самый Вася или Витя однажды прочитает эти душераздирающие строки и лавстори для писаря завершится счастливо. Я думаю, что может быть надо установить камеры видеонаблюдения и ловить этих гадов. Ну это гады просто настоящие. Николай Тихомирова расстраивает, что площадь декабристов постепенно приходит в упадок. Он и сам неоднократно становился невольным свидетелем человеческого безобразия. Ну я делал замечание, но опять, как сделать замечание подростку? Максимум могу сказать, что со стороны, скажем, молодой человек, ну не стоит, скажем, ломать детскую площадку, да, или идет хозяйка с собачкой. Как замечание сделать, скажет, а вы знаете, что здесь места для выгола нету? Ну просто люди не обращают внимания, потому что нет административных штрафов, видимо, каких-то, нет наказания. Ну и внутри человек, люди, видимо, сами, скажем, не настроены на позитив для того, чтобы выгуливать собаку в определенном месте, бумажки бросать в урну. Удручает мужчину и эта спортивная площадка с уличными тренажерами. На ней, что называется, живого места не осталось. Подошли элементарно на нашу площадку, и эта площадка, ну не совсем, скажем так, располагает к занятию спорту. То есть вся изрисована, часть станков сломана, мусор, грязь, множество снега грязного и так далее. Ходится ездить, скажем, на СИПУ, заниматься там. И, пожалуй, совсем вопиющая наглость. Очевидцы рассказывают, справлять нужду некоторые отдыхающие ходят как раз за многострадальную спортивную площадку. Подобную картину вынуждены лицезреть жители этого дома, окна которого как раз выходят теперь уже на общественный туалет. Горожанка Людмила Аитова не понимает еще одного, для чего площадь украшают вот такие мусорные контейнеры. Зловонный запах здесь, как вишенка на торте, венчает всю эту разруху и убогость. У площади просто нет хозяина, не смотрит никто за ней. У меня подошла делегация какая-то, приезжала к нам из Азербайджана, здесь они ходили летом. Они говорят, а у вас какой смысл этих мусорок посреди площади? Я не смогла людям объяснить. Они говорят, у вас же вот стоит. Я говорю, да. Они говорят, а здесь для чего? Площадь и мусор. И от библиотеки 20 метров опять площадь, опять же мусор, который когда после дождя вообще подойти нельзя пахнет. Мы немного поправим нашего интервьюера. Хозяина нет не у площади, хозяина нет во всем городе. Понятно, что атаки вандалов достопримечательности подвергаются в каждом регионе. Однако злоумышленников находят и привлекают к ответственности. К примеру, в марте прошлого года в Севастополе вандалы расписали таврическую лестницу, телефонную будку и опору уличного освещения. Ими оказались молодые мужчины. Так они отпраздновали День защитника Отечества. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. За свои художества им грозило до трех лет лишения свободы. А у нас, как вы помните, не смогли найти даже тех, кто травил целые аллеи деревьев в 20-м году и сейчас. Почему можно уничтожать площадь декабристов в Чите, непонятно. Вы знаете, они вот даже около дома, мы вот смотрим, ну кто-то выбросил бутылку там или стекло вот меняют. Через пять минут детки, шесть-девять лет, они это стекло берут и давят. Но это надо дома, наверное, с ними говорить об этом. Как думаете, решать можно эту проблему? А как решать? Наказывать надо? Только наказывать, иначе бесполезно. Ничего не сделаете. Ну вот тут вот, видите, доску сломали. Тут качельку она разыкула. Ну, я считаю, что это от воспитания, от нашего зависит. Вот детская площадочка, тоже сломаны доски. Родителям надо воспитывать все родителей. Внимание площади декабристов уделяется мало, как со стороны тех, кто ее с помпой открывал и брал на обслуживание, так и со стороны правоохранительных органов. Те же сотрудники полиции, к примеру, наматывают километры по площади имени Ленина. Здесь же, как рассказывают горожане, их видно не так часто, как хотелось бы. А ведь место это историческое. А значит, и внимание к этому объекту должно быть повышенное, которое пока наблюдается только со стороны вандалов. Анжелика Панибрашина, Алексей Павлов, ЗАПТ-ТВ.